Вау, а ты правда садистка? Сейчас такие суммы зарабатываешь, может чуть больше стал. Могу сказать самую большую сумму, которую зарабатывал. Ты отправил интимное фото. Вот, воспитательница мимо проходила, я не придумал ничего лучше, чем начать есть. И все, мы, кстати, не подрались с этими чуваками в итоге. Ты потому что оттаскал их на ***? Потому что я съел их блевокина. Короче, раскрываю карты. Нас с Рыжиком очень сильно шиперили в одно время. Нет, он конченый. Так он странный или конченый? Друзья, всем привет! Это шоу «Разговоры по-пацански». Меня зовут Зарина Голубцова. И сегодня у нас в гостях Люцифер российского тиктока. Влад Левский, тиктокер, который проставился своими роликами с перевоплощениями в персонажи фильмов, игры, книг. А в 2021 году он стал ярким участником Dream Team House. Сейчас аудитория Влада насчитывает более 5 миллионов человек. Здравствуй. Представься сам какой-то Люцифер. Привет всем, ребят. Я Влад Левский, участник Dream Team House. И Люцифер тиктока так меня знакомили. Я просто хотела остановиться, что ты вот Люцифер и все. Ну, знаешь, Люцик, я буду тебе так называть сегодня. Люцио, Люцио. Мы с тобой сейчас будем гадать на моей чудесной книге. Все герои, когда ко мне приходят, первым делом, что мы делаем, это гадаем на книге Ромы Желудя «Секс-зависимость». Вообще, ты секс-зависимый? Нет, думаю, нет. Ну, лучше по-английски со мной не надо, а то ты меня в ступор гонишь. Я вообще не бенни-мени кукареку. Короче, гадания у нас такие. Ты называешь мне страничку, называешь мне строчку, и мы с тобой узнаем, что ожидает тебя, что ждет Люцифера в будущем. Хорошо. Восьмидесятая страница. Строчка. Ой, страница. Страница, да. Давай, нашла. Пятая строчка. Пятая строчка. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вернемся к онлайн-поведению. Есть много способов познакомиться и вступить в контакт с целью отношений, так и с секса. Ну, нормально, лучше. Уже более или менее пошло. Короче, значит, скоро ты вступишь с кем-то в контакт, а может быть и сексом займешься. И на твоей улице будет праздник. Нет. Нет. Это произойдет. Ладно, короче, ты человек, который добился успеха узнаваемости своими перевоплощениями. Как тебе пришла в голову вообще такая идея и что тебя это сподвигло? Блин, на самом деле, вот сколько бы раз меня это не спрашивали, это случайно все происходит. Я не специально такой, хочу перевоплощаться. Тогда была популярна девочка Эбби Робертс. Слушай, не знаю. Ну, не суть. Нет. Она делала перевоплощение. Мне очень понравилось. Я такой, тоже хочу так делать. Вот. Попробовал. Получилось. Понравилось подписчикам. И я такой, ну, значит, нужно на этом хайпить. Вот. Я начал делать. Потом втянулся. Мне стало это нравиться по-настоящему самому. Вот. И все. Так и пошло. Поехало. И как для тебя просто вот эти перевоплощения? Да. Какие у тебя самые любимые, которые прям залетали? Вот, людям нравятся твои перевоплощения? Блин, ну, мои или те, которые людям нравятся? Давай и твои, которые людям нравятся. Мои самые любимые. У меня было перевоплощение в два духа леса. Это достаточно недавний. Не то чтобы косплей. Просто мне делали боди-арт. Это когда грим на лице и на теле. Вот. Там было два образа. Один лес как бы обычный здоровый лес, а второй сгоревший. А-ля такой социалка, условно. Вот. Мы делали 16 часов этот грим. Я 16 часов сидел на месте. Вот. И это было очень круто. Мне этот очень понравился косплей. Загоз. Не знаю на что, но условно. Вот. Людям больше всего нравится, естественно, Люцифер. Потому что он самый популярный из всех. Короче, я тогда смотрел сериал Люцифер. Знаю его, да. Вот. Там главный герой, мне он очень импонировал. Я такой, я хочу попробовать что-то в таком роде сделать. Мне пришли красные линзы, я их надел. Снял какой-то видос, он зашел. Люди начали писать в комментариях, Люцифер, Люцифер. Я такой, берем на заметку. Сделал еще видос, людям еще нравится. И вот так пошло, поехало, потом вышел звук какой-то. Вау, а ты и правда садистка. 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 В глазах я лишь вижу. Короче, вот. Такое вот. Я снял, видос залетел на тот момент мульт лайков. Это вообще очень много было. Вот. Он залетел на мульт лайков, я понял, что нужно на этом хайпить. и все я начал быть люцифером но в какой-то момент я понял что заложником образа быть очень плохо и я наотрез отказался от люцифера и перестал снимать но потом еще но псевдоним люцифер ты себя оставил нет нигде нету это не все уже да все просто вот почему заложникам будет плохо потому что остался надеюсь что на самом деле уже нет мало уже людей помнят те кто там совсем давно сейчас уже появились другие косплеи которые тоже помнят вот эта вся тема приносит конечно же деньги и твоя самая крупная сумма заработанная было это 300 тысяч рублей да правда да правда это за рекламу что ли какой-то было ли ты я брал просто пошел у кого-то костюме люцифера эти пожалуйста мне денег пожалуйста вот да да скорее все это правда это не единоразово скорее всего это было за месяц и за месяц да я сказал за месяц вот и собственно это было давно до dream team и еще до того как я стал участником dream team и и по моему еще даже до чего зоны это проект который был до dream team и еще вот тогда для меня 300 рублей это были басностол на огромный час много да ты же не за не зажравшийся люцик абсолютно такой приземленный да я обычный с обычной семьи типа просто тогда мне это казалось просто невероятно огромной суммой которую невозможно вообще заработать обычным трудом каким-то вот и я помню что я на что я потратил даже больше всего ну скажи я квартиру снял в москве и прямо на три сотки на все дорого квартиру сейчас снимаешь да очень но не сейчас не очень а тогда для меня это казалось что типа ну первый взнос комиссия плюс месяц оплаты и там выходит вот те 300 тысяч вышли но я был рад что переехал сейчас такие суммы зарабатываешь ему чуть больше стало лучше сейчас уже блогерство нету заработать не жалуешься на упадок вот этих финансовых жаловаться точно не собираюсь нужно хватает а в основном больше деньги за рекламу приходят или какие-то может участие в каких-то проектах за рекламу за рекламу больше много где участвовал какую вот рекламу сто процентов не сделаешь всякие обманные скам ссылки в блок алкоголь бы не хотел рекламировать не хотел бы а рекламировал не рекламировал но и предлагали просто приходили запросы напейся в говно на камеру и скажи классно меня не тошнит или человек рекламировать просто алкоголь тоже как-то странно скорее всего там были фото посты скорее всего ты типа фоткаешься с бутылкой я короче могу рассказать про этот запрос это был запрос от алмеки текилы тогда был праздник мертвых прям накануне и они хотели чтобы я сделал образ вот она сделал грим скелета вот это вот их сомбреро и вот сфоткался с бутылкой ну типа перевоплотился в образ того кто на бутылке у них алмеки собственно рисован вот крутой запрос на просто алкоголь не хотелось рекламировать ну потому что у тебя много там ребятишек потом начнут типа да вот это можно и набухать набухать вот поэтому я от образа и хотел уйти потому что но может из бушков какие-то добрые персонажи там красят а то ты абьюзер тот и люцифер как ты говоришь мне нравится больше всего людям нравится людям от добренького кого вот у тебя есть на примете какой-то добрый персонаж я делал закос под шляпника из алиса стране чудес а вот я шляпник думаю сейчас какой-то опять будет непонятно роликом от из той же алиса тоже перевоплощался и на утренник детский ночью аниматоры очень кстати тяжелая работа здесь верят верят так что ты кролик а ты мужик взрослый мужик в общем зарабатываешь ты хорошо с этим проблем нет у тебя ну вот ну дима и было дело вот самая большая сумма за месяц было 300 тыс сейчас больше делаешь или больше больше все сколько ты не скажешь да могу сказать но сейчас сколько сейчас не скажу зачем вам это знать могу сказать самую большую сумму которая которую залой полтора миллиона полтора миллиона за месяц дан это что прям получилось заработал все уже и куда потратим я съездил в дубай отдохнуть первый раз жизни вот и переехал кстати в квартиру в другую другую еще дороже да да понятно вот где живут кролики люциферы все вот этих дорогущих квартир тратить но это или накраску тратишь смотри квартира это же по сути место где мы снимаем она должна быть то есть если бы я не был блогером меня бы устраивало вот как я до блогерства студентом был в питере жил учился и жил в девятки на за 20 тысяч рублей в девятки на далеко там да не жила в девятки на ужас но крутое если ты подросток крутое вот за 20 тысяч рублей еще отличная хата там было но когда ты блогер нужно чтобы фон был красивый вот это все поэтому снимаются и квартиры которые подороже и где-то такие с ремонтом крутым короче я поняла но ты еще такой человек можешь и и потворить на каком-то шоу на каком не блин извини к сексу не был ты отправил интимное фото вали карнавал и написал хочу это было что какое-то мы что там за интимное что там раскрашены слоник да просто фотка пресса там на самом деле да там просто фотка пресса типа и все а короче я очень долго ждал она уже тогда встречалась сашей стоуном я такой интерес он не найдет ответила кстати нет но диалога нет диалог удалился она такая я не удалил черт он меня хочет чтобы саши от него я потом как на твич коса прикиньте если саша реально чекает и и да это было бы снуть его мне кажется мне кажется как раз таки из тех кто может так сделать прикинь в ответ тебе приходит пресса шестого на тоже это задание такое задание было наказание короче отправлять фильмные фотки вали карнавал это на самом деле наказание ну диване и она не ответил тебя ничего диалог удалилась саша в ответ тебе не отправил тоже совершенно ничего лицо мне он не но ты переживал что он тебя может набить лица нет на самом деле ну чё ты бы объясню что шоу не шоу я на самом деле просто ну мне как-то ну знаете когда я скажу что да не сакова так будет проще а у тебя есть пресс денежный нет нет денежный мы уже выяснили но сейчас нет я я очень сильно сбросил вес вот и сейчас только вот начал снова в зал ходить заниматься будет знать будет пресс пресс будет ты еще кринжовая история рассказывала у тебя такая история была я попрошу тебе рассказать про кашу мог бы ты поделиться пожалуйста эта история здесь конечно конечно короче дело было в садике нам давали на завтрак по моему каши я ее кушал вот сижу представьте картину да я сижу ем кашу меня начинает очень мило не нравилось меня начинает очень сильно тошнить я блюю себе в кашу вот а воспитательницы ходили и ругали если ты не ешь вот и ну воспитательница мимо проходила я не придумал ничего лучше чем начать есть вот вот так и маленький ребенок влад пожирал свою блевать это как видос знаешь к протелку я был какой-то на ютюбе она не в саду далеко было ей просто было пока я бы просто маленький испугался воспитательница что нами на ругает я такой вот буду есть и бреги она еще поход ну чё ты не кормить к человек ты чего вот смотри я же кушаю и ты кушай какой-то привкус что вчера был на ужин был мелкий пофигу тогда ты пахал можно вставьте вставку с этим как его с джигадом который а ты ведь еще кринжовую историю есть блин я так стали когда спрашивают я нифига не могу ничего вспомнить да не прям жестких нет было ладно есть неделю назад это прям супер свежая история неделю назад мы отдыхали с друзьями в волгограде в каком-то заведении вот и на меня очень начали короче волгоград это такое место где особенно мой район кировский всем привет гетто условно тип гопники я сам да вот мы пошли там посидеть в кальянную вот и до нас начали докапываться чуваки до меня в основном потому что на уши проколоты бровь ну не по понятиям выгляжу а ты вам сказал я соблю ватину халла и вас халю на 315 мне кажется не просто вот это не совсем кринжовую сторону мне просто не стыдно очень сильно мы начали с ними рамсить очень сильно потому что вы я был с друзьями я такой тоже на взводе пацан вот мы начали с ними лютором сеть и в какой-то момент мимо начали проходить подписчики они узнали и они видят как я стою как сапожник просто матерюсь на этих пацанов они так на меня посмотрели они узнали я это понял легко понять по взгляду когда тебя узнают да я не знаю по 12 наверно супер маленькие они увидели посмотрели и так вниз голову и ушли а мне так стало стыдно из-за этого и такой и все мы кстати не понравились этими чуваками в итоге потому что оттаскал их на потому что я съел их блевать ну помимо этого у меня еще есть секретные карточки у кого секретные вот тут лежат уже тебе прям секрет секретный на них тоже есть информация вся взята из интернета мне интересно что ты скажешь о том что здесь написано как ты будешь это объяснять люблю себя как ты будешь объяснять что на синякарске например и пишут это тоже что-то блевать так а но тут короче все понятно ваша марусь опустила слух что весь dream team планирует перебраться в америку ты будешь делать визу и собираешь ли вы уехать собственно я визу пока не делаю уезжать я не собираюсь точно туда с концами не собираюсь уезжать насчет ребят не знаю они сами расскажут захотят я просто хочу путешествовать хочу смотреть на мир это же круто вот но я родился здесь как говорится где родился там и пригодился поэтому с концами не собираюсь улетать ребят все все поехали дальше оранжевый тут у нас ну конечно как без этого ходишь слух что у тебя что-то было с насти рыжик так ли это если нет то откуда взялись такие спины короче раскрываю карты нас с рыжиком очень сильно шиперили в одно время шип шиперство значит когда он с ней людей поняла короче на самом деле меня почему-то шиперят с каждым кустом с каким бы я не снял просто с кустом ну ладно нет я всех люблю очень ребят и короче они у меня начали писать у нас начали шиперить жестко и мы подумали почему бы на этом не по хайпить вот и мы специально снимали видосы где вместе хавать им приводит ну да ты сказала что закрываем я не могу мне в голове есть им присылайте а маленькая раскрашенного в кролика и тихо ладно все убираем вот ну короче мы специально доделали такие видос чтобы наши пили оттуда и пошел слух но по факту и настя до была в отношениях я тоже возможно вот как возможно ты не понимал не понимал а сейчас ты в отношениях да классно я просто не скажешь не рассказывать между интересно ладно расскажу давай я в отношениях долго знаете ребят недолго угар самый быстрый уговор рассказать я уже несколько раз где-то говорил это поэтому это уже не такой большой секрет я в отношениях я отношениях три года ребят вот так что все это все любовь да может быть и это добра когда идет может быть вот так сердце люцифера занято понятно а снасти рыжик как сказал нам влад это все это был это был все хайп все это был неправда идем дальше поехали так вот тут тоже наискосок а чё ты всегда по-английски болтаешь это привычка это привычка английский говоришь ну шаришься вообще могу разговаривать ну типа могу говорить понимать со мной не надо хорошо женский язык бабский ходят слух что ты не очень хорошо относишься к андрею ноилс на съемках даже видно было это взаимная неприязнь короче саша он действительно не очень импонирует я немножко он странный правда очень странно симпатичный возможно такая прическа у него такой он прям американский значит искали джинга как американ американской уеду с тобой москва прощай музыкальный предыдущего вопроса хорошо подходит короче он очень странный я всегда думал что вот как на видосах этот попрыгунчик я всегда думал что он жизни не такой а он оказался в жизни супер таким же экспрессивным невероятно причем экспрессия нехорошая вот например ты экспрессивная круто с тобой весело а он отторгал скорее от себя вот да вот но я очень понял важный момент когда вот я первый раз не познакомился вживую он привет я андрей ноилс ты ржешь а так и было по-моему вот короче я понял что тогда припрыгивает андрей 0 знакомится я андрюшка попрыгушка я понял что он это делать не потому что не он конченый так он странный или конченый и странные конченые симпатичные молодой человек словно андрей красивый я не буду это отрицать но он шоумен он делал тогда шоу просто для меня тогда это было давно это было два года назад я еще туда вообще не знаком с миром блогерство и что это для меня такое я в шоке был вот для меня казалось что он просто очень странный но по факту он делал шоу но когда я узнал что он и в жизни точно такой же вот тогда у меня уже возникли вопросы типа чем нафига ты себе такую жизнь но мне не очень заигрался заиграл не очень комфортно с тобой разговаривать когда там чуть ли не подкатываешь там типа ну да наверно у меня это просто вывел ася хотя ну типа ничего такого он просто человек на такой типа знаешь воспользоваться я привет стою я на пол головы выше андрея ноилза и он вот такой ужасно ладно не очень а у меня для тебя еще есть облиц опрос любишь будет облица просто быстро отвечаешь и но не раздумай но если где-то что-то мне понравится я торможу тебя и мы обсуждаем считая на английском был секс девственницей тебя называли подкаблучника подожди про детстве чудо перепрыгнула а чё это а ты девственник тогда был да и вы таких двое а давай-ка потеряем этот статус девственников и станем взрослыми людьми нормальным я взрослый человек да не это нормально почему не было было нормально нормально хорошо договорились типа привет нет а вообще как мне интересно это происходило вы зажгли свечи типа привет я девственница такой привет я тоже давай вот расстелимся с тобой красиво это все сделаем романтично свечи все просто крандомные девушки на улице да ничего да просто это сидим смотрим с которой вы дала это взрослую жизнь переходить уже чуть мы тут лежим с тобой сиськи мнем давай займемся с тобой сексом как взрослые люди потом поженимся детей заведем дом купим нет не так это все было скажи просто интересно как это у всех первый раз бывает сколько лет мне было 16 и 16 нормально возраст согласия да вот короче чем мы встречались уже год на тот момент целый год год возраст согласия уже вот но у нас у играли чувства тем более мы подростки пубертат все дела вот и убер кто пубертат но это типа период созревания ах пубертат и короче ну все занежились мест я смущаюсь за счеты ладно короче за не жили занежились и занялись любовью самой настоящей да прикольно не то что ну все были же лишаются детственности к только чё не рассказывать об этом просто у некоторых это стыдливо бывает и одета бухадан все доски на дома папа у тебя тут девушка твоя у вас там пубертат этот наступал как раз вообще все шикарно было тебя называли хоть раз подкаблучникам да разглядывал что закрывал луки не искал там ничего друг там бы что закатилась бы говорил кому-то я не могу у меня есть девушка я не хочу умеет девушка я не хочу ну нет так правильнее выразиться как я не могу но не можешь не можешь не можешь это какое-то такое сомнительное слово не хочу это твое личное желание хорошо понятно исполнял свои сексуальные фантазии какие у тебя самые жесткую такую только на любую пошли по сексу а вот я говорил ты сейчас в отношениях тебе говорю там чем а ты можешь там накраситься в того-то ну типа перевоплотиться и мы ставим из варежка таких недели не да блин ну не знаю наверное это было скорее все связано там заняться любовью где то в каком-то месте мы обычно поняла каком месте не скажешь это не будем суждать пел песни милохина в душе в душе нет в душе сидишь на порно сайтах было нудиском пляже один раз но я случайно туда попал так вот знаешь кто бы мне не говорил про нудиски ничё себе это где у вас ты просто идешь по волгограду я купаться короче глину это целая история я отдыхал в геленджике с родителями мы пошли на какой-то дикий пляж искать я не знаю почему моим родителям приспичило пойти на дикий пляж но они захотели вот мы идем и короче это заметил это я они мои родители я иду и такое а почему там не так ими 14 было я уже понимал как выглядят голые люди и такой отчетом голые типа люди и папа такой говорит кто-то подожди что что-то дай-ка посмотри вот ну короче я увидел на родитель тоже это увидели все это мы родим этот очень дикий пляж слишком дико слишком следующий шлёпал незнакомую девушку по заднице нет это ужасно а муж это был на нудистском пляже а чё у вас тут происходит 14-летний я просто такой а чё это у вас тут началось висит тебе говорили что тик ток это не твое да ловил вертолеты от алкоголя да и к наверно всегда все я больше никогда не буду пить говорят все да хавыш я никогда не буду пить так заигрывал с чужими девушками было было с каким не оба не получался чуть-чуть не получал один раз это был тоже в волгограде в основном там все трэш истории я просто мне понравилась какая девчонка начал с ней у короче подкатывать к не начал конкретно вот и потом мне ее парень пишет типа ты чё это моя девушка такой а чё это со мной общается я был я я был мелким но я был типа таким дерзким что рос в таком окружении что нужно быть дерзким или выяснил ты не сыкло да вот и короче он мне сказал что у меня в итоге я сказал мы погнали потом слился девушка его мне так и не доставать отправил кому-нибудь интимные фото вали карнавал нет я думала что там ты отправил что-то прям что висит или что стоит никогда нюнца никому жизнь никогда не отправлял я тоже они никто и не просил вот если мы с тобой красе я бы в колонны только не говори в колобка да нет очень много крутых персонажей есть я ни одного не могу вспомнить ну что мир замешательства поставил вопросом но я не буду с тобой бы замутили вообще без при может быть прикольно злился когда ярослава конечно мне кажется сто процентов все злились когда-нибудь на я славы с ним работали я просто когда только пришел приехал в москву я был в чел зоне и я не у меня просто я не понимал почему ярослав условно с дремтимом столько-то времени проводят а с нами столько-то короче но это было завица ревнушка да 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 но это скорее было просто из-за незнания то есть я такой зеленый приехал и чё это продюсер здание милохи нам время проводит они со мной ты говоришь что ревновал да когда ты был чел зоне и и ревновал к дремтиму как вообще-то ты перебрался в дремтим тебя пригласили чтобы знали или просто я устал ревновать и сам пошел и начал двигаться вообще меня в чел зону позволь в дремтим позвали за год до создания чел зоны когда только наступил карантин это отдельная огромная история могу ее рассказать но это будет очень долго долго на сколько ну типа три секунды короче но меня позвали год назад летим когда он только создался я приехал к ребятам мы со всеми познакомились первый раз но там был один человек очень сильно против меня кто и олег ликвидатор ликвидатор господи какой у него серьезная романенко он теперь серьезно классный чел просто это потом со временем выяснилось вот тогда он был жестко против меня вот и год меня морозили можно сказать морозили я типа я хотел дремтим я говорил что типа йоу чуваки я уже приезжал просто в гости к ребятам и видосы снимали хотя тогда дам тим был настолько вещь уже пересетку свою зубную вот и короче они меня не брали не брали потом появился чел зон я приехал в чел зон это тоже проект ярослава тоже в л джема я приехал туда с расчетом то что это будет следующий дремтим так не случилось и когда чел зон уже свое отжил и мы уже практически были на стадии закрытия меня очередной раз ребята просто к себе в гости позвали я приехал к ребятам в дрем мы что-то супер заобщались и не помню кто-либо ира блан либо маруся кто-то вкинул в чат что типа го возьмем левского вот и тогда уже не было ликвидатора и всех остальных все поддержали они тогда еще был ликвидатор и все остальные которые ушли они написали это в чат в общем это замялась кое-как потом у вип и вышла новость о том что ушел олег ликвидатор и вот еще сам ликвидировался да вот ушли из дремтима и у меня столько туда сгорела жопа что типа почему я не в дремтиме еще горела жопа а нечего на нудистских пляжах шляться все-таки с 14 запомнил как там классно все висит и пошел вот короче я написал ярославу в личные сообщения типа ярик у вас там ушли пацаны три пацана я хочу в дремтим как раз вместо них буду через буквально несколько недель я уже в дремтиме живу и все вот так легко и просто просто нужно и и больше не злился и не ревновал больше не вот так вопрос решать берем и не злимся и не ревнуем это было чудесно это было веселое интервью спасибо тебе большое ребята но это было шоу разговор по-пацански меня зовут зарингов с нами был влад лески подписывайтесь оставляйте комментарии пока